Что ж, друзья, вот я и в Красноярске. Саня собрал компанию блогеров, которые совместно сейчас поедут рыбачить и пытаться что-то поймать. Сегодня мы будем рыбачить вот на такой технике. Если не будет рыбалки, будет офигенное приключение. Ух! Ну что, ребята, приключения начались. Наша тачка провалилась под лёд. Лёд трещит очко играет. Ой-ой-ой-ой-ой. У меня утонул ноутбук. Бутан, это ж Сибирь. И дурки, куда вы камеры тыщите? Ребята, значит, рыба выглядит вот так. Хорошо берёт, заглатывает прям весь тройник. Рапетки и рулят. Вот и Саня своего первого поймал. Класс, картинка супер. Достойный. Кто-то там вообще. Прям, прям, прям то, что мы ищем. Прям не могу достать. Клевает, как из пулемёта. Короче, парни покупают просто рыбу. Секретное место, секретная рыба. Ну что ж, друзья, вот я в Красноярске. Откуда начинается наша рыбалка. Для того, чтобы попасть на водоём, сначала нужно попасть в Красноярск. Куда я наконец-то долетел, утром вылетев из Екатеринбурга, сделав пересадку в Новосибирске, наконец-то добравшись до Красноярска. Сейчас заезжает Саня Лист, забирает меня. И мы едем к нему. И только завтра мы стартуем на водоём. Вот такая скромная машина на скромных колёсах, скромно расклеенная. Здорово, Саня! Здорово, брат! Сколько вес, сколько зим. Всё, пошагались. Саня, хочется спросить, ну как тут Красноярск? Ну как тебя спрашивают, если ты месяц в Таиланде был? Блин, слушай, я по-русски разговаривать разучился, я тебе правду скажу. Саня, как там Таиланд, лучше расскажи. Братишка, сабай, 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 всё в сабае. Это неплохо, значит, да? Да, это значит, когда ты говоришь что-то по-русски, а я расслабленно, с тобой могу даже не разговаривать, потому что светит солнце, и всё очень. И сабай. Да, и сабай. Нормально всё. Доброе утро, друзья, у нас 5 утра, мы только что проснулись у Сани, и незамедлительно собираемся на выезд. Вот у нас Александр. Что ты взял, казан? Это очень маленький. Саня сказал, что если у нас получится поймать известного красноярского окуня, то мы будем варить уху будем. Братишка, у нас на куху окунь есть. Ещё что-то есть? Чука. Да ладно. Это всё сказки ваши? Эльма, муксун. Это всё сказки ваши красноярские? Хайлус. Сейчас посмотрим, что у вас тут есть в ваших водоёмах. Значит, концепция следующая. Саня собрал компанию блогеров из разных областей. Областей я имею в виду творчества. Это и строители, и тревелеры, и рыбаки, которые совместно сейчас поедут рыбачить и пытаться что-то поймать. Саня, что это? Да, братан, это... Это надо бросить. Это надо бросить, братан. Я на Платобутораль настолько вещей не беру. Такой капец. Ребята, Саня взял даже баню с собой. То есть мой чемодан для путешествия, это детский лепет. Тут, ребята, с палатками, с банями, с грилями. С камерами. Вообще, всё по-серьёзному. Сегодня мы будем рыбачить вот на такой технике. Здрасте. 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 Что, мы не утонем на этой штуке? Нет, не утонем. Плавают они, нет? Да, да. То есть, если даже провалимся, не ссать. Да. Я так сто раз сделал, да? Лишь бы не прыгали. Север-трак, ребята. Сегодня будем испытывать. Друзья, но мы сегодня поедем не только на этих прекрасных автомобилях, но ещё и вот на такой вот чудной аэроподушке. Наверное, или как это правильно назвать, не знаю. Саня, ну это, конечно, красавчик. Такая техника. Движуха нормальная? Мы сегодня вообще рыбачить-то не будем. Будем просто кататься, кайфовать. Друзья, ну я уверен, что многие вы знаете вот этого парня, который идёт первый в очках. Кто старший? Ты зачем в очки одел? Ты зачем в очки одел? А будет лететь снег? Привет всем, привет. Давай рассказывай, что мы делаем. Привет, ребята. Выдвигаемся сейчас в залив Дербина на крутую рыбалку, я надеюсь. Если не будет рыбалки, будет офигенное приключение. Потому что Саня обещал в прорубь и кываться. Мы ради этого едем. Всё, шагаем. Вездеход север, профи. Автомат? Да. Автомат. Всё, всё, сели. Давайте, бацаны, сюда выпрыгивайте. Ух! Ну что, ребята, приключения начались, как и обещали. Пожалуйста, друзья. Друзья, мы на Красноярском море, и мы провалились. Наша тачка провалилась под лёд. Но нам сказали не бздеть, эта тачка не тонет. Класс! У нас нервы, как стальные канаты. Вот, видите, ребята, тёмно, это всё налить. Что-то не налить, это вода. Вообще вода? Да. Скажи, что ты так сто раз делал. Тысяча раз так делал. Ничего страшного? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Мне кажется, ему не надо буксовать, конечно. На тормозах сказал же, просто держите. Вы что делаете-то? Иваныч, проезжай вперед на снег. Тебя по льду тащит, когда ты буксуешь. А, вообще просто стоишь. Просто стоишь, да. Все, сейчас выйдет. Степа, Степа, можно валять там есть? Степа, подожди, оттекай лебедку, чтобы он не провалился. Давайте дальше. Бум, обратно. Вот такая вот веселука в Красноярске, друзья. Пока не дойдет. Очкова, да? Очкова, да. Очкова. Решили максимально разгрузить автомобиль. Все выгружаем, все вещи, потому что задние колеса все-таки проваливаются и машина не может выйти на лед. Ломает лед. Если это можно назвать льдом. Ура! Победа! Мы поедем на рыбалку сегодня. Ура! Мы заедем на рыбалку, звезды. Мы сегодня будем на рыбалке. Ни хига ничего не видно. Да. Где-нибудь там. Пипец. Пипец, ребята. Просто пипец. Иваныч, ну что ты не улыбаешься-то? Шок-контент. Шок-контент, ну. А запорожец машина-зверь. Что рыбаки тут едите? Не бздите, я так сто раз делал. Сейчас колеса подпустим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что, друзья, соскучились по нам? Мы снова провалились. Но на этот раз красиво, видите? Видимость получше. Мы подкачиваем колеса, чтобы увеличить плавучесть автомобиля. Это первый раз у тебя? Нет. Ты так сто раз делал? В общем, развлекаемся. Трещит? Лед трещит очко играет. Главное, чтобы это не провалилось у нас. Он когда его выдергивает, все шатается. Вообще, весь лед трещит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ничего-ничего-ничего, давай! Иваныч, подальше, подальше! Иваныч, подальше! Долго стояли на льду. Вот это плохо. Сколько метров, это самое? Лебед? Да. Кто бы знал. Мы можем же еще с этой накроняк, если она надо будет, распустить, да? Еще раз, ну да, мы можем. Там же вторая тоже есть. Ее назад поставить и еще столько же распустить, да? Ну только что нам это сильно надо? Не надо нам это вообще. Я вот не знаю, что сейчас, как он поведет. Вот он сейчас будет полностью плавать, полностью. Если у него вот это колесо провалится. Да, веселья мало. Веселья, друзья, мало. Блять, у меня там ноутбук как бы не утонул. Ровно выставляйте машину! Ровно выставляй машину! Вот полностью плавать. Ровно выставляйте. Накачиваем колеса максимально. Чтобы она плавала. В общем, ребята, наша тачка провалилась полностью, как вы видите. Просто плавает. У меня, блядь, тут... Ой, извините, у меня утонул ноутбук. У меня, блядь. Но, конечно, у меня тут об ровно. Да. Куда ты меня пригласил? Братан, это же Сибирь. Ты же давно хотел побывать в Сибири. Приключу хотел? С Александром Листом хотел пошагать. Красиво так, четко. А прикинь, как вечером было. Да. Цепляем лебедя. Да вырвет нафиг его. Зацепили тросиком. Друзья, продолжаем эксперименты. Зацепили веревку за север и через бревно, чтобы вектор был направлен вверх, будем лебедкой пытаться достать. Что, листочек, загораешь? А? Загораешь? Да, паратишка. Нормально все? Все хорошо. Солнце светит? На идее мне это не нравится. Мне тоже. Покупил. Давай-давай. Снимаем. Музыка. Истинка. Музыка. Я не исчезаю. Ну, давай. Пойму, ребеночка. Их ты не думаешь. Душать назад. Глазан, отъезжай больше! Езжай, Глаз! Езжай, езжай! Он уже так встал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Грузья, к сожалению, эта поездка превращается в один сплошной заплет. Сначала у меня утонул ноутбук. Теперь мы проехали за чемоданом. Что там без убытков? Ну, вроде да. Ноутбук вроде визуально целый. По квадрокоптеру, поехали. Остается только надеяться. Да, он будет жарко. Что потянется? Я сейчас пойду за рыбой и за... Короче, ребята, вы здесь не заселились? Жопа. Печь колебать. Вот, друзья, вот этой штукой проехались. Вот здесь у меня лежал чемодан, по нему просто проехались пополам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрюха, сколько звезд от отеля? Сколько звезд от отеля? А что, нормально? Семь. Для тайги, где только лес, медведи и волки. И окуни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это уверенная пятерка, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, вообще. Особенно, когда замерз, у тебя сломался снегоход. Это просто люкс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А Саня сейчас приготовит, он снова инклюзив будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, у нас очень интересная компания собралась. Сейчас в процессе я вам расскажу про всех. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А пока у нас есть повар в лице листа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, сегодня крещение. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поэтому вот здесь сделали прорубь в виде Христа. И горят костры. И сегодня люди с верой полезут в прорубь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что? Что у вас? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Или вы в баню не ходите? Вы не моетесь вообще? Вообще не моемся никогда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет, друзья. Мы все еще в Красноярске. Утро. Андрюха уже что-то снимает. Вот прям рыбалка-рыбалка сегодня будет. Вчера мы кайфовали от техники, а сегодня мы будем кайфовать от рыбалки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, но сегодня нормально будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И одиспугает, что сказали в обед уже собираться. Мы это немножечко потянем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочется прям подольше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вчера не получилось, а сегодня получится. Вообще классно. Сегодня не ветра, сегодня видно, все отлично. Вот он, идет. Всемирно известный красноярский подводный охотник, Ваня. Ваня, ну ты что, расскажешь, кого ты стреляешь здесь, в Красноярске? В Красноярске? Зимой на Ариус, на Анисей, редко налим. Почему? Почему редко? Да? Неспортивная? Да, абсолютно спортивная рыба. Ну и сейчас, в последнее время, это форель. Влог убежал ее в Ариусе. А, форель. Ребята, вы можете это не только послушать от Вани, но еще и посмотреть у него на канале, ссылка в описании. Андрюха, это какой-то секрет сибирский, да? Да, это не челябинская и яичница, а в Красноярске и Сибирске они в Красноярске так делают. Это для успешной рыбалки? Да, да. Надо постоянно мешать. В Красноярске думают, что мы вот так делаем, но никогда не включаем газ. И яичница потом, она... Тут не разберешь, где яичница, где сало и все, как масса каша, яичневая каша. И она питательная с утра прям хорошо. Грудок нормальный. Я долго вам буду, гляд, и так-то я поел как-то. Знаете, мешайте. Кто и не ел еще? Подсматриваю за секретами канала Сибири. Я снимаю. Давай покажем. А так, для зрителей. Вот эта блесна очень... Очень. Прямо так. Очень тяжелая. Вот самая уловистая блесна, ребята. Окунь подходит. На окуня щука горил за платвокарасня, короче. Причем разом всех. Одна проблема, мы шестером вытащить не могли. Вот два пучка, да, таких мы просрали вчера? Два пучка просрали. В лунку вылазили. В две лунки. Ну, туда ты опускаешь, а потом не уйти. Короче, не хотят о ней рассказывать. Нам секреты красноярские. Поэтому... Поэтому, друзья, мы пойдем пластать на марапетке. На старый проверенный метод. Нам все-таки, Андрюха, решила рассказать один секрет. Здесь можно ставить любые воблеры, любые балансиры, любые блесны. Но вот эта вот штука делает всю рыбалку. Это просто светофор именно вот в такой компоновке. Зеленый, желтый, красный. Вот блесна ловчая, она очень хорошо играет в разных цветов. Продаются они вот с такими штуками. В принципе, как и многие воблеры. Но если мы оснащаем светофором, вот эти. Ловит вообще все. Вот любое. Это ты мне топчик делаешь? Я тебе делаю. И это последнее у меня. Я все раздал уже. У меня было четыре, я все раздал. Ты еще скажи, сколько стоит эта коробочка? Я себе представляю. Коробочка? Блин, ни копейки не потратил. А так, наверное, много. Вот каждая такая фигня, ребята, которую вы видите, стоит примерно рублей 500. Какая? Воблер? Нет, они 100-рублевые есть. А, есть. Здесь нет у меня Рапал, который стоит 400-500 рублей. Это все. 600 я покупал на прошлой неделе. Вот в Новосибирске, по-моему, как они называются? Ну, Меркурия, они стоят 120 рублей. Отлично, ребята. А сам светофорик где-то 26. Да. Все, вот, превращаем, говорит, в общую. Поэтому надо обязательно иметь отцепку. Так, ну что, ребята, значит, часть нашей компании отправляется в соседний залив, где у Андрюхи стоят жерлицы. Ни хвоста, ни чешуи. Я здесь, я туда пошел. А, погнали. По лайф программе, да? Да. Давайте, вы поехали туда. Жерлицы проверять. Давайте. Мы тоже жерлицы проверять. Но сюда. Ребята, ну что, мы вчера поставили 10 жерлиц с ребятами. И оставили их на ночь. Вот сегодня утром пришли, пока я вижу две сработки. Хотя вижу третью уже там далеке-вдалеке. На камеру пока не видно. Ну, сейчас будем смотреть, кто здесь у нас живет. Так, ну здесь, здесь ничего нету, ребята. Это просто сбило. Потому что леска намотана. Живет живой. Ага. Ну что там, мы говорим, есть кто-то? Живет. Ребята, значит, рыба выглядит вот так. Карасик, да? Карасик, да. Сейчас я это сломаю. Что там еще есть? Да, одна сработка еще. А, вон вижу. Да, там еще есть, я видел. Третья уже. Так, ну и ладно что, пускай щука дальше ловится. Так, идем посмотрим вторую сработку. Что, вымотала, Саня? Нет лески на катушке? Да. Вот здесь, здесь, здесь все у нас. А? А, нет, то же самое. То же самое? А где леска? А вот. Что, проверять ее, да? Проверять, что делать? Раз взялся. Ну что, нет. Ну хоть караси-то поймали, нет? Рыбы нет. Караси есть на месте, все, отпускай. Живой? Живой и даже не побитой. Да я вот здесь не хочу, здесь потому что налик. Вон еще одна сработка там у нас. Серега, а как ты борешься с Тепом, чтобы у тебя не замерзал аккумулятор? У меня их три, они в чехле. А ты и кадмиевые аккумуляторы, и купай старые, они не замерзают. Да, леска обмерзает, махом. Ах, по губам, плохо. Вот этот злодей меня оборвал только что леску. Скотина. Ладно. Придется связать. Хорошо берет, заглатывает. Прям три стройни. Один спасся. Красавчик. Убежал один. Лежал рядом и убежал в лунку. Прыгал, прыгал и убежал. Но он того заслуживал, сильно жить хотел. Рапетки и рулят. Вообще дети. Вот как-то так, ребята. Часто, но очень мелкий. Ну, не очень мелкий. Мелкий бывал и мельче, конечно. На том же месте. Там вообще дети. Вот и Саня своего первого поймал. Благодаря Игоряну. По губам опять. Он и там ходит. Да, не монстры, конечно. Но весело все равно. Ну, конечно. Ребята, шоу для вас. Подводная съемка. Вот как это делается. Вот как рождаются шедевры. Класс, картинка супер. Ну-ка, дайте. Вон окон подошел. Я не вижу где балансировано. Никто не видит? А надо видеть. Я не вижу. Опусти его на дно. На дно его сплюнь. Вы видите? Я не вижу. Ну, он был. А может это вот? Прикольно. И что это работает? Всего трех батареек? Канал охоты рыбалка. Да, аккумулятора. 18-50. И все, да? Нет, это прям весело. Надо посмотреть. Все. Мужики здесь приехали на рыбалку. Смотрят телевизор. Канал охоты рыбалка. Ну что, блин, а? Мы решили, ребята, собрать жерлицы. Потому что скоро нам отправляться в сторону базы. А вот жерлица стоит с ночи. Третья сработка. Две холостых. Эту сейчас посмотрим. Достаточно посмотреть, есть ли леска на катушке. Здесь тоже такая же холостая. Видишь, леска на катушке есть. Да, пустая. Бам! Такие удары классные. Хоть поклевки начали чувствоваться. Ух ты! Достойный! Кто-то там вообще. Прям-прям-прям то, что мы ищем. То, что мы ждем, да. Прям не могу достать. Прям боец. Ах! 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 Оторвал! Оторвал! Оторвал, скотина! Жалко, сына нет младшего. Он любит такую рыбалку. Вклевает. Вклевает. Как из пулемета. Вот он. Покрупнее попал. Явно покрупнее. То есть, есть он. Может в час в вечер выйти. Вклевает. Ну что, вот так. Оторвал. Да, оторвал я. Вот такой результат с одной лунки. Что надо отдать должное. Столько же почти. У меня по-мински. Вообще кайф. Не считаем, да? А что, килограмм наверно 10 в этом пакете будет. Хорошо, что вчера рыбалка не получилась. Ну куда будет столько, представляешь? Мы бы все встали, да. И вот так вот целый день бы пластали. Да. Таким бы. Это бы раза в два не было бы. Да. Серега, мы просто обленились и не стали его искать. Надо искать. Надо искать. Он же есть. Да. Он есть. Он клюет. Его надо просто буриться. Не лениться. И все будет четко. Смотрите. Халявная рыбалка. С одной лунки. Никуда ходить не надо. Вообще. Ничего бурить не надо. Одну пробурил и все. Слушай, ну мне кажется, Жень, покрупнее у тебя? Я мелко пропускал. А, да? А крупный спичный коробок вкладывал? Ну, конечно. Ребята, значит, окуней мы наловили. А пелять местную на удочку, говорят, не ловят. Поэтому ловят сетями. А мы ловим на деньги. Короче, парни покупают просто рыбу. Секретное место. Секретная рыба. Там наши сети. Нас батя, местный житель, местный сторож, пригласил посмотреть, как они будут проверять сети на пелять. Глубина этого залива 46 метров, высота сети 10 метров. Вот интересно, как местные ловят рыбу. Батя за жизнь рассказывает. В городе жить, говорит, не рекомендуют? Нет. Нет, пацаны. Ну вы молодые ребята. А где-то, что там жить? Все в доме телевизора, смотрите, что там. Я там вздохну. На, шевелиться. Так мы шевелимся, батя, в городе, шевелимся. Пацаны. Я даже не заморачиваю, знаю, что ты подберешься там. Саш, дай тебе наплавать у Сашки, а ты на кольца вставай. Вот она, первая. Вон она идёт в порядке. Ну Сань, что это... А Саш, маленько обнадёживай. Сейчас стояла, что ты хочешь? Вот она идёт, красавица. Тут раз... Сейчас, а то свеженькая, вся живая. Ну да. Ну там где сиди ещё? Сань, где всё. Вон дырочка здесь. Я ниц, потринул Сань. Давай. Окунь. Окунь так. На, вот так. Окунь да? Окунь, да. Так ты это, низ-то ещё какой-то найди. Ну вот низ. Вот она такая, ещё один окунь. На, точно. Он сейчас, вон там свежий идёт. На, вытаскивайся. Еще один нукуль. Вот живая она. Блин, как на рипуса на нашего похожа. Вообще абсолютно. Ну что ж, друзья, вот и подошли к концу эти два дня прекрасной рыбалки на Красноярском море. Спасибо за то, что вы посмотрели этот ролик. Переходите по ссылкам ниже, посмотрите канал и ребят. Если понравится, то подписывайтесь. Ну, а мне пора домой. Пока-пока. Они довольные такие, да? Спасибо.